Армения не получит от Баку дополнительное время, мирный договор неизбежен, через два месяца мы будем отмечать вторую годовщину победы. Эти два года были полны дипломатическими победами и военной активностью, преследующей корректирующей цели. Всего за два года на освобожденных территориях произошли огромные изменения, удивляющие мир. Нет лучше пути самоутверждения, чем военная победа и способность к созиданию. Азербайджан показал и то, и другое. Хотя кто-то и ожидал, что Баку будет сидеть и ждать мирного договора и всеобщего одобрения, погрузившись в бесконечные переговоры, и только после этого начнет делать какие-то шаги. А на это могут уйти годы, в течение которых армянство постарается вернуть утраченные позиции. Да, возможно, так и поступила бы неуверенная в себе страна, но только не Азербайджан. Баку решил совместить приятное с полезным, жестко добиваясь мирного договора, параллельно решать задачи по возрождению разрушенных армянами районов. Мирный договор в любом случае будет подписан, и подписан он будет на условиях победившей стороны. Это понимают и внешние акторы, оставившие надежду чего-то добиться для разбитого агрессора, уговорить Баку или заставить. После трехсторонней встречи в Брюсселе, на которой перед Ереваном вопрос был поставлен ребром, эта реальность стала еще понятнее. Мы, конечно, не можем знать детали и подробностей встречи, однако армянская сторона своим поведением после брюссельской встречи дает понять, что получила последние предупреждения. Пару дней назад армянские СМИ со ссылкой на достоверные источники сообщили о том, что премьер-министр Никол Пашинян провел закрытую встречу с депутатами гражданского договора, на которой проинформировал их об итогах брюссельской встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем. И заявил, что до конца года должен быть подписан мирный договор с Азербайджаном. Именно должен быть. Перед Ереваном поставлены жесткие условия, и дальше вилять уже невозможно. Тем более, что никто больше не обеспечивает тыл. Сейчас можно только улыбаться, вспоминая, как еще год-полтора назад тот же Пашинян заявлял, что ни о каком мирном договоре речь не идет, если азербайджанская сторона не сделает того-то и того-то. Ереван всерьез надеялся шантажировать Баку этим документом, отсутствие которого, как там считали, создавало видимость продолжения конфликта и нелегитимности победы в войне. Но правда, это было весело. Потребовалось два года, чтобы в Ереване осознали, что, имея дело с таким политиком, как лидер Азербайджана, даже самые хитроумные игры теряют всякий смысл. Информацию СМИ поначалу посчитали вбросом, но накануне председатель парламентской комиссии по обороне и безопасности, соратник Пашиняна Андроник Кочарян подтвердил журналистам факт встречи, сказанное премьером. От ответа на вопрос о конкретных сроках он ушел, но дал понять, что работа идет и затягивать ее не в интересах Армении, у нее просто больше нет никаких других вариантов, кроме как подписать мирный договор. Противник очень хорошо знает, где эффект затягивания времени. Сейчас мы сами оказались в ситуации, в которой у нас нет шансов тянуть время, с горечью признался партия-цепремьер-министра. Что правда, то правда. Что бы ни имел в виду Кочарян, в Баку действительно всегда знали, что время работает на Азербайджан и очень рационально и эффективно воспользовались этим. В случае же Армении время всегда работало против агрессора. С самого начала. Затягивая переговоры, рассчитывая на внешние силы и новые территории, она потеряла шанс закрепить свои интересы. Лет 20 назад эти интересы при урегулировании конфликта еще могли быть в какой-то степени учтены. 10 лет назад это уже было большой проблемой. Ну а сегодня об этом даже нечего говорить. Президент Ильхам Алиев очень искусно и тонко направляет все процессы в нужное Азербайджану русло, и армяне сами не заметили, как оказались в ловушке собственной самоуверенности. Еще в субботу в Ереване пытались скрыть правду, глава МИД Мирзаян по своей традиции делал несолидные заявления, опровергая президента Азербайджана, который заявил в интервью итальянской газете Иль. СОУЛ-24 ОР, что мирный договор будет подписан на основе пяти принципов, предложенных Баку и принятых Николом Пашиняном. Эти пять принципов, напомним, включают признание территориальной целостности обеих стран, взаимный отказ от любых территориальных претензий, неприменение силы или угрозы силой, делимитацию границы. Открытие коммуникаций, ситуация в нашем регионе развивается в мирном направлении, я надеюсь на это. Я прибыл в Италию из Брюсселя. Там состоялась наша трехсторонняя встреча с президентом Совета Европейского Союза и премьер-министром Армении. Мы договорились о том, что в течение месяца министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся с целью начала практических переговоров, связанных с мирным соглашением. Это предложение мы выдвинули, можно сказать, сразу после окончания Второй Карабахской войны. Мы заявили, что нуждаемся в